Следующий вопрос, тоже вопрос большой, тоже не для публикации, читать целиком не буду. Тоже объясню просто начало, прочитаю вкратце суть. В одном из видео Вы сказали, что знакомы с таким состоянием, когда тело парализовано, разум работает, становится жутко, видится всякая нечисть. Да, было такое. Со мной уже почти четыре года происходит подобное. Сонный паралич. Ну и дальше описание состояния, когда человек вроде бы и не спит, но тело еще спит. И вот здесь начинает происходить всякая всячина. И различные страхования, страх приходит, ужас, который парализует просто человека. И тут была смена квартиры, тут человек описывает свое состояние, видения ужасные. И в конце задает вопрос. Я не могу понять, почему это происходит с верующими людьми. Когда человек много пьет, например, или наркоман, тогда понятно, почему человек видит чертей. Но я стараюсь жить по-христиански, исповедуюсь, причащаюсь. Но почему со мной произошло такое вот, да? Почему сонный паралич продолжается, несмотря на мои молитвы Богу, чтобы он прекратился? Интересно ваше мнение, если можно, в видео ответах. Спасибо. Да, вы знаете, мнение мое будет такое. Вы, может быть, где-то мнительное, впечатлительное, и это имеет значение. Вот некоторые люди, они как-то толстокожие, что ли, в этом отношении, то есть так не чувствуют, а некоторые очень-очень чувствительные к такого рода вещам, прям как антенна радиоприемника, и все улавливает. И это не хорошо и не плохо, это просто особенность такая, просто особенность, и все. С этим как-то можно жить, как-то привыкать, как-то к этому приспосабливаться, ну просто такие вот условия. Похоже на то, как, скажем, люди, один родился, у него и руки, и ноги, и голова, и здоровье есть, а другой родился, у него, например, глухой или слепой родился. Ну вот это вот его особенность, это ему мешает, мешает жизни, да, создает определенные трудности, создает. С ДЦП родился этот человек, ну вот, к примеру, несчастье, конечно, но это данность, с которой ему приходится жить. Да, вот это вот состояние, оно накладывает мощный отпечаток, но он с этим учится жить, приспосабливается и как-то, как-то все равно живет. Вот то же самое здесь, то же самое, оно ничем не отличается, это просто вот ваша особенность какая-то. Это не хорошо и не плохо, это просто вот данность, с которой вам просто придется научиться жить. Это первое. Второе, вот то, о чем я рассказывал, это у меня происходило много лет назад. Со временем, с годами, вот эти ситуации, они как-то сошли на нет постепенно. И, может быть, у вас тоже так произойдет. То есть, ну, я немножко огрубел, так вот, потолстел, кожа у меня толще стала, я меньше стал этих вещей ощущать. И слава Богу! Может быть, и у вас тоже со временем какой-то придет такая черствость в хорошем смысле слова к этим вещам, и у вас все, может быть, успокоится. Я не знаю, сколько вам лет. Ну, так, предполагаю просто, что вы молоды. И последнее, что я хотел бы вам сказать в связи с вашим вопросом, это то, что я бы рекомендовал вам найти более духовно опытного человека, чем я. То, что вы описываете, это я в нем, вот в этом описании, я не увидел никаких следов того, что можно было принять за психическое что-то, заболевание, отклонение или еще что-то. Это действительно у вас что-то происходит, по-видимому, явление такого порядка духовного. И здесь нужна помощь, ну, человека более духовно опытного, зрелого, нежели я. Поэтому я больше вам ничего не смогу сказать, кроме как, возможно, появится такая возможность в каком-то монастыре, может быть, встретиться с каким-то старым священником, монахом, с которым вы, может быть, поговорите, и что-то он вам, может быть, подскажет, скажет, что-то свое там скажет. Это не значит, что вам нужно с завтрашнего дня бегать, сломя голову, искать. Но если вдруг ситуация сложится, используйте эту возможность. Благаю Господь!